Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, братья и сестры, дорогие наши слушатели на библейском портале экзегет. И вместе с вами мы продолжаем рассматривать книгу «Деяния». У нас сегодня 11 глава. И вот в прошлый раз мы читали про крещение Корнилия Сотника, точнее даже такое обращение его через ангела, а потом, пока Петр проповедовал, то уже нисходит на них Святой Дух, как некое такое явное знамение, и уже после этого крещение. То есть некая неординарность в этом. И вот Петр возвращается в Иерусалим, совершив первое такое действие крещения обратившихся из язычников, до этого проповедовали только иудеям, и это встречает некоторое недопонимание. Читаем. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». То есть тут такое противопоставление. «Обрезанные упрекают, что он ходил к необрезанным». На самом деле речь идет о чем? О том, что это уверовавшие из иудеев. А, собственно говоря, они все такие, все-то были из иудеев обратившиеся. Но некоторые из них были как бы иудействующие. Их иногда называли иудеохристиане, по-разному называли. Но, в общем, люди, которые слишком были привязаны к ветхозаветным обрядам. И которые думали, что прежде чем принять Христа, нужно принять предваряющий Новый Завет, Ветхий Завет. И, соответственно, вначале, мол, исполните все ветхозаветные предписания, а потом уже принимаете Христа. Но это лишнее иго было совершенно не нужно. И вот Петр, он объясняет, да, и он показывает, что тут как бы сам Господь вмешался. А каким образом? Итак, вот Петр же начал пересказывать им по порядку. Говоря, в городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла, спускаемые с неба, и спустилось ко мне. То есть Петр говорит, что я сам ничего не придумал. Я поступал не от себя, не от своего ума. А было дано мне от Бога видение, вот этот вот сосуд. Я посмотрел в него и рассматриваю, увидел четвероногих земных зверей, присмыкающихся, и птиц небесных. В общем, это была некошерная пища, то, что считалось скверным, ну, нечистые животные, которые не дозволялись кушать. И Петр показывает, что он сам был в растерянности, да, когда Господь призывает его к чему-то новому. «И услышал я голос, говорящий мне, встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. То есть я сам такой же, как вы, строгий блюститель ветхозаветных обрядов. Я очень строго делю чистое и нечистое, поэтому разбираюсь в этом. Но Господь меня призывал к этому, да, «И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. То есть трижды, как бы некая полнота, да, как закрепление божественного откровения. То есть не просто один раз, то ли принимать, то ли не принимать. Не только вот дважды, да, что как бы усиление вот этого повеления, а трижды, трижды, как некое установление некой закономерности, некого порядка. И да, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И это относилось, конечно, не столько к пище, да, потому что не нужно было все это поедать, а это вот символический образ отношения к язычникам, которые почитались нечистыми. Оказывается, можно вступать с ними в общение и нести им Слово Божие. И вот, продолжает Петр, в тот самый час, когда дано было это видение, тут же и, собственно, действие, на которое указывало это видение. «Три человека стали перед домом, в котором я был, посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь». То есть, Петр, вот что интересно, что чувствуется, что вот обрезаны вот эти, да, хотя они и христиане, но они эмоционально упрекают его, у них негатив, да, то есть они рассуждают по-человечески, вот своя человеческая мера у них. Они все хотят измерить через призму ветхозаветных предписаний. А Петр, посмотрите, как он спокойно все это излагает. А почему так? Потому что он опирается не на себя, не на свой рассудок, он опирается на откровение Божие, то, что Господь ему непосредственно открыл. И он очень спокойно и ясно все это рассказывает, без лишних эмоций. Да, и он говорит, что «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь». Это вот откровение Святого Духа, апостолы приняли Святого Духа, поэтому апостолы, конечно, храня чистое сердце, пребывали в этом благодатном общении с Господом. И Святой Дух ясно указывал им. «Пошли со мной и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека». Вот интересно это, чисто историческое такое, да, буквальное описание, такое задокументированное, да, и Лукой, что, оказывается, при нем было вот шесть еще человек, то есть, получается, в Семером они пошли, да, и пришли в дом того человека, то есть Корнилий Сотника Центуриона. А дальше что? А дальше оказывается, что они узнают про новое видение. Одно видение дано Петру, и помимо этого Господь дает Корнилию видение, призывая его. «Он, то есть Корнилий, рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Мы уже говорили, то, что Богу угодно, чтобы люди спасались через людей, да, поэтому ангел не излагает всего Евангелия, он просто говорит, указывает на того, от кого Корнилий сможет почерпнуть благодатные слова, слова спасения, то есть от апостола Петра. И, значит, вот Петр с шестью братьями приходит. «Когда же начал я говорить, — продолжает Петр, — сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, — Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» И вот тут прежде всего интересно, что Петр как говорит, что на них сошел Святой Дух, как и на нас в начале. А в начале это когда? А это в день Пятидесятницы, то есть в начале основания церкви. Нисходит Святой Дух на апостолов в виде огненных языков, и они начинают говорить разными языками. Их понимают другие народы, представители других национальностей. И, кстати, когда... И вот он говорит, что на них тоже самое излилось дарование Духа Святого, потому что тоже там вот мы как читали, что когда излился Святой Дух на язычников, то их слышали, говорящих языками и величающих Бога. То есть вот это просвещение свыше, оно подобно было сошествию Святого Духа на апостолов. И он вспоминает слова Господа, да, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. То есть самое-то главное, это не просто видимое какое-то действие в таинстве крещения или в таинстве мира помазания. Собственно, сошествие Святого Духа, оно больше соотносится с таинством мира помазания, который следует за таинством крещения. Крещение, оно очищает человека от грехов, как бы приуготовляет место для принятия Святого Духа. Из него изгоняются все грехи, и он рождается. Но новорожденный ребенок, он еще не крепок, ему нужна жизненная сила, да, и вот дается вот этот Дух Святой, который нисходит в очищенную душу, и дает духовные силы для возрастания христианину. Вот это то, что в таинстве мира помазания сейчас, а тогда оно через возложение рук апостолов, а до этого Святой Дух, он сам снизошел на учеников Христовых. И вот раз явно такое дано знамение, что на язычников нисходит Дух Святой, то кто же я, говорит Петр, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. То есть получается так, что христиане из обрезанных, они поняли. То есть могло быть иначе, могли они в штыки воспринять, сказать, нет, вот пусть вначале там Ветхий Завет, там Суббота, да, там всякие обряды, столько шагов ходи, столько не ходи, в субботу к этому прикасайся, к этому не прикасайся и так далее. Но они успокоились. И вот это, кстати, очень отрадная черта. То есть все-таки иудеево-христианство, оно не возобладало в первохристианской церкви. Они поняли, что раз Господь призывает язычников, значит так нужно. А до этого было трудно принять, ну слишком велики вот эти границы, да. Бывает так, что слишком, ну такие вот культурологические какие-то грани, которые разделяют народов и народы. И бывает так, что до чего доходит, что если ты убиваешь кого-то своего, да, это убийство, а если ты убиваешь чужого, это уже вроде как не убийство, что-то там снисходительное. И это неправильно, потому что каждый человек – божие чадо. И самое тут главное, что вот эти христиане из иудеев, они верно говорят, что и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. То есть язычники призываются к исправлению своей жизни. Дальше. «Между тем рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». То есть мы вспоминаем, что когда только вот был убит первомученик Стефан, это вот как сработало, ну как спусковой крючок, и дальше вот механизм гонений запускается, и идут погромы, да, стихийные, потом принимают от Синедриона специальные там письма, предписания, и начинается гонение. И многие христиане, они вынуждены были бежать. Но когда они бежали, они проповедовали там, куда они пришли. И евангельская весть, она тем самым распространилась. И куда? Финикия. Финикия – это рядом с Сирией, то есть это к северу от Святой Земли. Кипр – это остров, островной такой государств, ну сейчас государство тогда, это тоже греко-римский мир был. Антиохия. Антиохия – это центр сирийский, где было множество пересечений разных культур. Это достаточно крупный город, эллинизированный. И вот Антиохия, она со временем становится центром христианства в восточных частях греко-римской империи. Сейчас что мы видим? Что вот эти вот христиане, вышедшие из Агонения, с Иерусалима, они не проповедовали никому, кроме иудеев. Ну почему так? Потому что это было им как-то вот более понятно. Они сами иудеи, они изучали Ветхий Завет, поэтому они идут в синагоги, где слушается Ветхий Завет, и там истолковывают пророчество Ветхого Завета, что оказывается все это исполнилось, и Христос уже пришел. А как проповедовать язычникам, им не совсем понятно. Это вот что-то чужое. У иудеев-то единое Божие, да, поэтому у иудеев уже было представление о Мессии, поэтому можно было за что-то ухватиться. А как проповедовать язычникам, у которых много Божие, да, которые вообще не слышали Ветхого Завета, для которых Моисей не является авторитетом и так далее. Но тут вдруг уже появляется нечто новое. Были же некоторые из них, из христиан, сразу упоминаются, кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллином, благовествуя Господа Иисуса. То есть были те иудеи-россеяния, которые приняли Христа в Иерусалиме. Иудеи-россеяния – это те, которые живут вне родных мест, вне иудеи. Вот некоторые из них жили на острове Кипр, а некоторые – кириней. Кириней – это север Африки, то есть совсем разная территория у Кипра, это, так сказать, на северо-запад от Иерусалима. Кириней – она больше на юг, ну, на юго-запад. И однако же вот некоторые иудеи этих диаспор, они приняли Христа, стали христианами, и будучи жителями вот этих диаспор, они уже были приобщены эллинской культуре. То есть иудеи-россеяния, как правило, были эллинизированы, владели греческим языком и владели эллинской культурой. И вот поэтому в Антиохии они понимают эллинов и благовестуют им Господа Иисуса. И была рука Господня с ними. То есть оказывается Господь благоволит им. «И великое число уверовав обратилось ко Господу». Получается так, что язычники уже стихийно начинают обращаться ко Христу. То есть этот процесс, он даже, ну, не руководится какими-то там официальными предписаниями, да, чтобы там какие-то указы были, что вот идите там. Чем мы все это руководим? Словом Христа, да, что вы будете мне свидетелями во все Иудеи, в Иерусалиме, во все Иудеи и Самарии, даже до краев земли. А до краев земли – это уже языческий мир. Поэтому они идут и проповедуют, и Господь им помогает. «Великое число уверов обратилось ко Господу, потому что души людей тосковали об истине, о чистоте, а язычество с его многобожием, там, суеверными какими-то предписаниями, оно не питало души людей. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской». И о том, что в Антиохии многие принимают веру Христову. «И поручили Варнаве идти в Антиохию». Почему Варнаве? Апостол Варнава, он сам родом с Кипра, киприот, он принадлежит тоже не просто иудейской диаспоре, а также эллинской культуре, и он может найти общий язык с этими обратившимися язычниками в городе Антиохии. Кроме того, Варнава отличался таким достаточно добродушным характером, и это располагало к нему людей. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. То есть самое главное – это стремиться к Богу, посвящать себя не греху, не чему-то скверному, злобному, враждебному, а держаться Господа искренним сердцем. Да, и вот тут, кстати, поясняется, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. Вот это очень важно, потому что если человек злой и идет проповедовать, то злобного человека кто будет слушать, да? То есть все стараются от него подальше держаться. Ну, конечно, бывает, нужна тоже определенная строгость. Вот у апостола Павла, у него была некоторая такая строгость, и она помогала тоже. Но все-таки, когда люди только-только вот обращаются, доброта, она очень-очень необходима, она согревает. Про Варнава также сказано, исполнены Духа Святого. То есть не просто он по-человечески очень хороший, да, но сподобился определенных дарований от благодати Божией. И веры, то есть горячая вера. И приложилось довольно народа к Господу. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию». Вот это очень интересно, то, что именно Варнава и в первый раз, и во второй раз, именно он, Савла, будущего апостола Павла, как бы выдвигает вперед. Он понимает, что Савл, став христианином, он имеет очень, ну, еще скрытые такие вот таланты от Господа, но имеет такие дарования, которые очень востребованы, что он будет прекрасным проповедником и хорошо бы вот его выдвинуть вперед на арену такой вот, ну, буквально всемирной проповеди. И это прекрасно, когда такие люди не забыты. Вот именно Варнава отыскивает Савлу. Ну, видимо, да, Тарс это что? Это город в Киликии. Киликия, если вот Средиземное море, да, посмотреть, то к северу, ну, чуть северо-восточнее, так скажем, северо-восточное побережье Средиземного моря, больше северное, ну, чуть на восток. И вот там на родине находился Савл, и, судя по всему, там он пытался, наверное, проповедовать, но не очень это пользовалось успехом, нет никаких сведений, чтобы как-то он преуспел. Видимо, еще не было у него достаточного опыта, не очень он владел владел какими-то миссионерскими приемами. И, кроме того, на родине, на родине его не хотели принять. А принять почему не хотели? Потому что он же был до этого кем? Он был до этого яростным как раз исповедником иудейства, а тут вдруг он переметнулся, как они считали, в стан врагов, христиан. И, соответственно, иудейская среда, которая была, ну, поначалу родной в Тарсе, Киликийском, они уже в штыки его воспринимали. И вот Варнава приводит его в Антиохию, где люди уже начали принимать евангельское слово. И принимали кто? Во многом принимали язычники. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. И тут это очень важные такие свидетельства. Во-первых, то, что вот они целый год, да, и где они собираются? В церкви, не в синагоге. Если в основном вот эти иудейские, ну, христиане из иудеев проповедовали по синагогам, то тут мы видим, что они в церкви и учат обращающихся из язычников. И ученики в Антиохии, ученики Христова, да, в первый раз стали называться христианами. Видимо, внешняя среда, она пыталась как-то вот дать название. То есть, это название родилось именно во внешней среде. То есть, появляется какая-то вот группа людей, которые проповедуют Христа, Иисуса Христа. И вот как их назвать? Да они Христа проповедуют, вот они христиане. Ну, для нас это очень даже подходит. Мы христовы служители, христовы ученики. И с тех пор имя христиан, оно вот уже две тысячи лет сохраняются. Так, а дальше, что интересно, вот в те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. Оказывается, упоминаются некие пророки. Дело в том, что в Ветхом Завете, конечно, было особое пророческое служение. Это люди, которым открывались такие вот грядущие судьбы человеческой истории, то, что относилось к спасителю мира. Ну, пророки, конечно же, они и раскрывали тайны настоящего, происходящего, когда там и Давиду вот что-то открывалось, и Нафан пророк его вразумлял, и прочим. Да, и Моисей, будучи пророком, Виола говорил, что правильно, неправильно. Вот, и когда пришел Христос, это служение пророческое, оно, конечно, упразднилось, так как оно завершилось приходом самого Господа Иисуса Христа. Но в церкви на самом деле появляются так называемые новозаветные пророки, и вот книга Дедахи, это первохристианская такая книга, во второй половине первого века она появилась, и там отражаются три основных служения. Это учители, апостолы и пророки. Вот были учители, которые в церквах изъясняли священное писание, проповедовали. Были апостолы, как странствующие миссионеры, проповедники, которые постоянно переходили с места на место, не только имеется в виду 12 апостолов или 70, а это именно те, кто продолжали апостольское, то есть миссионерское служение. Да, там подробно про них описывается. А было служение пророков, то есть особых таких харизматичных людей, которые сподоблялись от Бога дара предсказания, то есть прозорливости, вот то, что мы сейчас говорим. И вот этот пророческий, он существует в церкви, многие старцы владели этим даром, то есть прозорливость, вот как мы это знаем. И в частности здесь вот эта прозорливость, она предстает вот перед нами на лицо и сказано, и один из них, из этих пророков по имени Агав, встав, предвозвестил духом, духом святым, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. По всей вселенной имеется ввиду, вселенной называлась заселенная часть Римской империи, то есть земли вокруг Средиземного моря. Вот это ойкумена, по-гречески звучит, то есть заселенная часть мира эллинской культуры, и действительно голод пришел, ну, поначалу он там в Египте появился, где хлеб перестал родиться, из-за этого доступ зерновых культур на территории Малой Азии, Италии, Греции оскудил, и потом там начался голод, и вот поскольку об этом было предвозвещено, что начнется голод, то и так как это было открыто Богом через пророков, в частности через Агавы, предвозвещено Духом Святым, то отнеслись к этому серьезно и стали готовиться, а как именно? Тогда ученики положили в Антиохии каждый по достатку своему послать пособие братьям живучим в Иудее, что и сделали послав собранное к пресвитерам, через Варнаву и Савла. Вот какая интересная вещь, то что каждый по достатку своему не требовалось отдавать все, что у тебя имеется, а вот сколько можешь пожертвуй и помоги. А почему требовалось помочь живущим в Иудее? Ну, во-первых, Иудея, конечно, она была землей более бедной, нежели Антиохии. Антиохия это был достаточно богатый город, где люди, многие пребывали в роскоши, и те, кто обращались ко Христу, конечно, у них были некоторые сбережения. Кроме того, христиане, живущие в Иудее, они ведь теряли, ну, скажем так, социокультурные связи, и общество иудейское уже переставало принимать их как своих, их вычеркивали, и поэтому иудеи переставали, ну, они не могли помогать христиану, если не важно, родственники, друзья, да, ты уже как бы вот вне иудеев, иудеев, и поэтому какие-то свои общины, и в любом случае они нуждались в помощи. Иудейские места, они были, повторю, куда намного беднее, особенно территория рядом с Иерусалимом, ну, там, иудейская пустыня, особо ничего не посеешь, поэтому, конечно же, помощь была нужна, и эта помощь направлена к пресвитерам, то есть священнослужителям Иерусалимской церкви, через Варнаву и Савлу, и, к слову, впоследствии эта помощь, она будет неоднократно оказываться от разных христианских церквей, именно через вот апостола Павла, ну, так же, как и через Варнаву. То есть, мы призваны не только духовно поддерживать друг друга, но и материально. Вот, братья и сестры, голова не очень большая, на этом мы заканчиваем рассмотрение одиннадцатой главы, а дальше, если Господь сподобит, то будем читать главу двенадцатую. Храни вас Боже, всего вам доброго!